Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я Мария Бересневич. Смотрите сейчас. За спортивную Беларусь на ковре Динамо встретили звезды прошлого и будущего. Играл гимн, поднимался флаг. Это такие эмоции на самом деле. О чем говорили? От основ азбуки до языка программирования. Мы вместе! Центр доп. образования детей и молодежи отмечает юбилей. Как? Осенняя карусель, ночные заморозки и утренний туман передают синоптики на предстоящие сутки. Уже с четверга станет в два раза теплее. Каким будет конец октября? А также онлайн-экзамен, урожайный год и злополучный перекресток. На Липнихта и Пушкина не разъехались водители. Кто прав, кто виноват. Не уступил дорогу. На перекрестке Карла Липнихта и Пушкина произошло очередное ДТП. Авария случилась в субботу днем. На этот раз столкнулись «Жигули» и «Рено». Таксист двигался по главной со стороны интернациональной «семерка» с российскими номерами, по второстепенной с советской. На перекрестке машины столкнулись. Россиянин не уступил. «Рено» вылетело на пешеходную зону, снесло знак и врезало в забор. От удара переднюю часть «семерки» смяло как консервную банку. Подробности ДТП смотрите в среду в программе «Сирена». Министерство спорта и туризма «25». В честь юбилейного года по всей стране шагает проект «Беларусь спортивная. Вспоминаем прошлое, созидаем будущее». На выходных движение объединило и юных горожан. Перед будущими звездами спорта выступили герои недалекого прошлого. Геннадий Лещук и Юлия Борисик. Бронзовый призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике. Многократная призерка международных стартов по самбо и дедо. Становление победы и проигрыши. Разговор на ковре прошел в спорткомплексе «Динамо». Играл гимн, поднимался флаг. Это такие эмоции на самом деле, когда ты являешься чем-то неотъемлемым от своей страны. И очень важно, чтобы сейчас дети маленькие не забывали вот это. И есть чему им стремиться, на кого равняться. Небывалый интерес у ребят вызвали медали именитых бобручан. Кто знает, может в ближайшем будущем кто-то из них не только повторит, но и превзойдет успехи сегодняшних звезд. Бонус для многодетных – обсуждение господдержки и дополнительные рейсы. Белавия будет чаще летать в Москву. По каким дням? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минтруда и соцзащиты предлагают вести 7-часовой рабочий день для многодетных мам с сохранением зарплаты. Об этом заявила глава ведомства. Ирина Костевич отметила, если идею поддержат, то в 2021-м ее могут прописать в трудовом кодексе. Белавия увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск до трех в неделю. Аэропорт Домодедово они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Частоту этих рейсов намерен увеличить и аэрофлот. С 25 октября самолеты из Минска в Москву и обратно будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. В Беларуси стартовал первый этап РТ. В этом году экзамен можно пройти в пункте тестирования, либо онлайн. Дистанционный формат станет доступным 23 октября на сайте РИКС. Там же размещен перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти испытания очно. Беларусам предлагают обсудить господдержку при строительстве и покупке жилья. Эти вопросы регулируют сразу несколько указов. В них перечислены категории граждан, которые могут рассчитывать на льготные кредиты при строительстве или покупке квартир, а также вся необходимая информация о том, где и как их получить. Оставить свое мнение можно на правовом форуме страны до конца месяца. В республике собрали 95% картофеля. Это 670 тысяч тонн. Урожайность второго хлеба в этом году несколько ниже, чем в прошлом. Белорусские аграрии завершают и работы по уборке сахарной свеклы. Общий объем собранного урожая уже превысил 2 миллиона тонн. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспондент Убавруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Беларуси выздоровели выписаны 80 130 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 88 290 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 235 892 теста. Такие данные приводит Минздрав. При болевшем COVID-19 рекомендуется привиться от гриппа через месяц после выздоровления. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Вакцинация против гриппа этой осенью актуальна, как никогда, уверяют медики. В период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается совместная циркуляция разных вирусов. Опасность представляет сочетание COVID-19 и гриппа. Обе инфекции обладают свойствами неблагоприятно воздействовать на легкие, вызывая пневмонию. Современная площадка для развития перспективной молодежи. Центр дополнительного образования отмечает 75-летие. За эти годы он пережил множество событий и трансформаций. Анастасия Шевцова о том, чем сегодня живет учреждение. Юные таланты, певцы, музыканты, танцоры, кандидаты в мастера спорта, призеры и победители республиканских конкурсов. Все это о воспитанниках Центра дополнительного образования. В его стенах не один десяток тысяч мальчишек и девчонок получили путевку в жизнь. Изначально это был областной дом пионеров. После окончания войны дом пионеров обрел свою крышу. Там же появились истоки сегодняшнего технического отдела, авиамодельный спорт. Также был и судомодельный спорт. В 90-х дом пионеров претерпел ребрендинг. На учебной карте Бобруйска появился дом художественного творчества. Елена Жуковская руководила кузницей талантов 11 лет в начале нулевых. Стремилась сохранить достижения прошлого и приумножить их для будущих поколений. При ней под крышей дома творчества появились и зо, и фотостудии, а также музей. Я благодарна за то, что поработала в этом коллективе. Потому что я считаю, что творческий такой коллектив, он сохранился. Никуда никто не разошелся. Плавно перешли вот теперь уже в Центр дополнительного образования. Основы азбуки, театральное искусство, программирование, спортивные танцы. Современные Центры доп. образования насчитывают несколько десятков объединений по интересам. Каждый день с утра до вечера здесь кипит жизнь. Свой творческий потенциал развивают ребята всех возрастов. В этом году Центру 75. Праздник воспитанники сделали сами. Кто голос приложил, кто движение. Пошили костюмы, написали сценарий. Поздравления принимали вместе с гостями, педагогами-ветеранами и выпускниками. Мы вместе! Мы вместе! Мы вместе! Среди многочисленных подарков – почетные грамоты и денежные сертификаты. Наталья Березовская – одна из награжденных. Педагогом в Центре работает уже 40 лет. Приятно осознавать, что твой труд оценили и он востребован. Так как до сих пор ребята ходят в оркестр и занимаются. И мне кажется, им это нравится. Наталья Березовская в прошлом сама воспитанница учреждения. Сейчас руководит оркестром народных инструментов. По ее мнению, педагогов Центра прошлого и настоящего всегда объединяло стремление сделать мир лучше, развивая детские способности и раскрывать их творческий потенциал. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруськ, 360. Понедельник в Бабруське выдался бедным на осадке. Солнце хоть и выглядывало из-за облаков, но уже не грело, как раньше. Температурный максимум застыл на отметке в плюс 8. Надолго ли тренд? Максим Кембель. Ночные заморозки и в основном без осадков. Такой будет погода в Беларуси во вторник. Местами ожидается слабый туман. Ближе к обету солнце выглянет из-за облаков. Ветер подует западный 5-10 метров в секунду. При порывах до 14. От минус 1 до плюс 5 в ночное время суток. Днем до 11 градусов тепла. Октябрь продолжает удивлять. Если до среды столбик термометра не поднимется выше 8 градусов, то же с четверга станет в два раза теплее. До 15 за знаком плюс. Кстати, климатическая норма на 5 пунктов ниже. От последствий наводнения в Камбодже погибли 18 человек, 25 тысяч эвакуированы. Затоплено свыше 55 тысяч домов. Пострадали и сельхозугодия. По заявлениям местных специалистов, расслабляться не стоит. Новые дожди, высокие волны и сильные ветры принесет тропический шторм Суадель. Тем временем в США продолжает бушевать огненная стихия. Усугубляют ситуацию засушливые погодные условия и порывы ветра до 64 км в час. У рекордного пожара в Колорадо уже есть пострадавшие, но специалистам еще предстоит оценить причиненный ущерб. Все силы сейчас брошены на ликвидацию ЧП. Завтра в Бобруйске будет пасмурно и без осадков. Западный ветер будет разгоняться до 15 метров в секунду. При порывах и вовсе до 17. Днем ожидается до плюс 11. Ночью температура опустится до 1 градуса. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!